Андрей, здравствуйте. Высоко сидим, далеко глядим. Видите ли у башни перед нами? Вообще высоты не боитесь? Как вам такие ощущения? Здесь Париж перед нами. Идем, идем. Ну, красиво, в принципе, хорошее ощущение. Андрей, вы буквально несколько часов назад прилетели в Париж, но я уверен, что в этом городе вы были и не раз. Давайте сказать, похож ли Париж на настоящую столицу чемпионата Европы? Или в этом городе все тихо спокойно, нет ощущения того, что уже завтра этот чемпионат стартует? Я ждал твоего вопроса. В принципе, только вывеска на стадо Франции Евро-2016 и мяч, который висит на Эйфелевой башне, напоминает о том, что здесь будет проходить Евро. В остальном я гулял, успел погулять, но ажиотажа особого не видно. Некоторые группы болельщиков, так сказать, здесь гуляют. Я помню, как бывший клавишник машинного времени Петр Подгородецкий плакал у меня на встрече, когда он подбивает. О, давай, Мадоши! Я хочу сказать, огромное спасибо, потому что ваша история российского футбола, это совершенно потрясающе. И в этом смысле вот...